привет это геймер добро пожаловать обратно на канал сегодня я пересматриваю ведьмак 3 дикая охота ведьмак 3 это ролевая игра в жанре экшен разработанная сиди project ведьмак основан на серии фантастических романов андрея сапковского предыстория первого и второго ведьмака немного сложна так что я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности но вот краткая версия того о чем идет речь в ведьмаке 3 итак новые игроки геральт из ривии геральт ведьмак мутировавший человек у которого не может быть детей и он бродит по землям континента заключая контракты с ведьмаками он убивает монстров за деньги и обычно спит с любой привлекательной женщиной которую встречает игра начинается с того что геральт идет по следу сири сири вроде как избранная у нее есть сила изменить баланс сил в мире в сторону света или тьмы но она пропала так что твоя задача найти ее вот тут то и начинается игра после короткого воспоминания в котором геральт обучает юную сири искусству боя геральт просыпается у костра со своим товарищем ведьмаком тогда ты начинаешь большое и обширное путешествие чтобы найти сири и помешать дикой охоте захватить ее другие ключевые персонажи этой истории юнифор из вингерберга чей главный любовный интерес у геральта хотя у него также есть отношения с трис мэри голд и многими другими женщинами давай просто скажем что геральт извлекает из жизни максимум пользы это одуванчик бард воин гном золтан и наставник геральта весемир честно говоря количество персонажей в этой игре огромно и если бы я перечислил их здесь это заняло бы у меня около четырех часов но это лишь некоторые из главных героев одно нужно знать я никогда не играл ведьмака один или два раза поэтому я пришел в эту игру не имея ни малейшего представления о том что произошло ранее в этой истории так тебе нужно было играть в них чтобы наслаждаться этим нет это простой ответ но имей в виду что первые несколько часов этой игры будут немного запутанными избивающими с толку поскольку это глубокая предыстория но дай ему немного времени и ты все равно войдешь в курс дела и так ты играешь за геральта и это своего рода игра с открытым миром как в нескольких небольших открытых мирах разбросанных по вымышленному миру континента каждый регион индивидуален и все они чувствуют себя уникальными местами которые ты знаешь с разными традициями архитектурой и фольклором для меня моей любимой была скеллига которая представляет собой серию островов и она очень похожа на нордическую кельтскую с точки зрения ее стиле и своего рода исторических элементов и так игра представляет собой ролевую игру с богатым диалоговым взаимодействием и отличным боем основная история фантастическая и это действительно эпическая история это очень хороший темп и в нем так много богатых и детализированных персонажей и квестов в игре также есть побочные квесты и их много это одна из тех редких игр где побочные квесты кажутся такими же сложными и подробными как и основные квесты самом начале я выполнял побочную миссию где мне нужно было найти какого-то духа который жил в колодце вся миссия была так хорошо продумано что я думал что на самом деле я делаю основную историю но это был просто дополнительный побочный квест и это одна из причин по которой эта игра такая особенная именно внимание к деталям отличает ведьмака третьего от его сверстников количество времени и внимание к деталям которые разработчики вложили сюда поистине поразительно в игре так много глубины так много богатства огромное количество юридической и исторической информации и знаний распространенных по всей игре и ты можешь получить доступ к этой информации через разговоры через миссии или просто прочитав множество различных книг которые ты находишь в своих путешествиях все эти элементы помогают тебе по-настоящему погрузиться в правдоподобный мир фантазий и это одна из сильных сторон игры как только ты переживаешь первые несколько часов ты действительно начинаешь чувствовать себя полностью погруженным в игровой мир и так с точки зрения сюжета повествования и структуры миссии это невероятная игра но игра может предложить гораздо больше чем это боевая система сложна и глубока у тебя есть два вида оружия один обычный меч и один серебряный для монстров ты можешь есть и пить чтобы исцелить себя во время битвы или просто в течение повседневной жизни в твоем распоряжении огромное количество зелий и магии для использования в бою или в других ситуациях у тебя есть ведьмачье чутье которое позволяет тебе действовать как детектив и выслеживать монстров или людей у тебя тоже есть лошадь по кличке роуч роуч будет сопровождать тебя на протяжении всего путешествия уровень глубины третьего ведьмака также относится к врагам есть сотни монстров и врагов людей и это действительно поразительно на какой глубине у тебя есть инвентарь где ты можешь размножаться на каждом конкретном монстре это может показаться лишним бонусом но на самом деле это важно когда ты берешься за контракты с ведьмаком контракты с ведьмаком это платные задания в которых горожане платят тебе за убийство опасного существа но у всех этих существ разные черты характера поэтому прежде чем ты возьмешься за них ты должен сделать свою домашнюю работу ты знаешь например найти правильное заклинание чтобы использовать правильное зелье или правильное оружие чтобы убить их ты можешь посетить множество кузнецов разбросанных по разным регионам которые могут изготовить для тебя множество различных видов брони или оружия ты можешь медитировать чтобы быстро скоротать время если тебе нужно начать миссию, и тебе нужно, чтобы это было днем или ночью. В игре есть бойцовский клуб в разных регионах, и ты должен устроить эти эпические кулачные бои с местными жителями и победить их всех, чтобы стать абсолютным чемпионом. И я действительно подумал, что это отличное маленькое дополнение. Там есть небольшая дополнительная миссия. Ты даже можешь поиграть в уникальную карточную игру под названием Гвент, хотя я должен признать, что понятия не имею, что с этим происходит, но я знаю много людей, которые действительно увлекаются этим. Это выглядит довольно детализированным, сложным, но я сам никогда по-настоящему не увлекался карточной игрой. Итак, разнообразие, детализация и объем вещей, которые вы можете сделать в Ведьмаке 3, невероятны. Есть также два фантастических дополнения, одно из которых добавляет целый новый регион для посещения, и это одно из самых красивых мест в игре. Но это можно попробовать только после того, как вы повысите уровень, потому что там очень сложно, и DLC предложит вам гораздо больше игрового процесса, например, еще 30-40 часов, вероятно всего. В целом графика очень хорошая. Однако, некоторые анимации немного неуклюже или неуклюже, а также есть немного. Время от времени всплывай, а иногда объекты не появляются. Но это случалось со мной может быть пять или шесть раз за сто часов игрового процесса, так что это не очень часто. Окружающая среда выглядит великолепно, и это действительно похоже на средневековый европейский мир. Но пейзажи, архитектура и общая эстетика окружающей среды прекрасно созданы, и это действительно похоже на жил в мире. Звук в игре очень высокого качества. Кроме того, музыка, в частности, одна из самых приятных, которые я когда-либо слышал в игре. Это очень племенное по частям, очень мистическое, классические инструменты, народная музыка, средневековая музыка, красивые-красивые вещи. Это действительно добавляет общей атмосферы и атмосферы, и это потрясающий-потрясающий саундтрек. Звуковые эффекты в целом довольно хороши. Озвучка отличная, и ее там огромное количество. Разговоры в игре действительно глубокие и имеют разветвленные темы для обсуждения, а также отличное написание и подача. У игры определенно хорошее чувство юмора, и временами она совсем не воспринимает себя всерьез, что в некотором роде приятно, потому что большинство этих игр очень прямолинейны и серьезны, так что иногда мы заставляем вас смеяться. Атмосферная атмосфера исключительно, когда ты бродишь по дикой природе, по всем шумным городам, и ты действительно можешь услышать очень маленькие вещи в окружающих звуках, которые действительно заставляют тебя чувствовать, что ты там. Так что же такое хорошо и что такое плохо? Что хорошо? В игре невероятная история. Игровой мир богат и детализирован, и является одним из самых захватывающих, которые я когда-либо испытывал. Бой и разнообразие врагов придают игре ощущение свежести. Весь звук исключительный. У игры отличное чувство юмора, а разветвленные сюжетные линии и разнообразные хорошо продуманные побочные квесты делают эту игру почти бесконечной. Ценность воспроизведения. Что плохо? Есть некоторые графические проблемы с всплывающими окнами и предметами, которые не появляются. Кроме того, в игре, вероятно, можно было бы сделать краткое описание в начале, например, 30-минутный фильм, где вы могли бы посмотреть его и понять историю Ведьмака. Потому что, если ты никогда не играл в 1 и 2, ты войдешь в эту игру, как будто, черт возьми, происходит. Но через 4 или 5 часов ты начинаешь это понимать. Ты начинаешь понимать, в чем дело. Хорошо, так каков же вердикт? Ведьмак 3, одна из лучших ролевых игр, в которые я когда-либо играл. В нем огромное количество содержания, столько разнообразия, столько глубины. Для меня действительно невозможно полностью описать, сколько ты здесь получаешь, и какое соотношение цены и качества ты получаешь от игры. Это фантастическая история. Это фантастический игровой мир, персонажи интересные, и это просто одна из лучших игр, в которые я играл на PS4. Итак, мой балл за Ведьмака 3.9, 5 из 10. Это классическая игра. Это потрясающий опыт. Это одна из тех игр, в которые ты просто влюбляешься, потому что в ней так много всего, во что можно вцепиться зубами, и это просто блестящая, блестящая игра. Хорошо, вот и закончен обзор. Спасибо, что посмотрел. Если тебе понравилось видео, пожалуйста, поставь лайк и подпишись. Это геймер, подписывающий контракт. Спасибо тебе.